так ну вот население и так света давай что мы хотим посмотреть что это будет давай это друзья рассказ о том что именно вы сейчас будете смотреть я наверное его этот рассказ который будет я его наверное отрежу от основной части и уже поставлю тому месту где мы будем к другому сюжету где мы будем этот дом пока значит это дом три спальни два туалета где-то порядка 100 квадратных метров а вот маленький что ступора площадь дома до 110 лот вы примерно пять соток земли выходит забором на эту улицу то что у меня слева это туда выходит забор этого глухой такой забор вы видите справа глухие забор вот они только-только вышли на маркет они 9 дней на рынке и они хотят за это удовольствие почти 700 тысяч шестьсот восемь девять тысяч нет 690 тысяч 690 вот так вот смотрим на из пылал то мы обычно мы обычно реагируем на количество машин которые запаркованы это существенный такой фактор но даже в будний день здесь почему-то было больше машин может люди по воскресеньям больше здесь работает я тоже не знаю машинами много машин куда мы едем где мы встанем 2544 продолжаем ехать дальше нет мастик мы тут не станем мы тут точно мы тут не встанем но вот здесь слева есть место мы взяли на гараж к ним стань да и все нет на гараж я не буду становиться а чё на гараж мы интеллигентные люди мы можем стать еще как-то так это фактически мы видим сейчас думают да я могу сказать что front yard такой не широкий присыпали какой-то коры толченый травку не стали ничего с ней делать не вкладывались то чтобы стало сильно красиво и вот такой фронт дверка металлическая дверка серьезная металлическая да вы видите тут решеточки серьезная всюду решетку серьезно вот мы зашли сюда вот это фронт все это у тебя тут все в решетках это говорит дом построен в 56 году ему 60 лет после мой ровесник кухонька паркет старый хороший это как раз тот случай когда все окна с решетками видите друзья нам повезло мы попали в дом где все окна с решетками открыть решетку если ты двинешь по ней ногой если ты стукнешь по ней ногой то что-то откроется то есть она но и может так вот так и к ним полет но друзья не вижу что тут должно открыться себе слово такое место очень короче бэдром немножко мочой припасили тут не знаю почему тут в интернете именно мочой и не туалет так тут что у нас полочки а тут тоже полочки так и кто опытных это я никогда такого еще не встречал обычно связь обычно свет не включают во время опыта когда будет сильно вот что собственно мы и видим ну конечно шкафчик старенький очень здесь мне кажется достаточно новое сделали вот тут на стеночку да идем дальше все так вот у нас тут бэдром тут три бэдрома и поэтому если чем мастер дверь я вижу да ну такая такой мастер скромненький душик там вот давайте я открою вот там душ тоже мочой парке решеточка видите на окна тут решеточка тут тоже решеточка то есть спи спокойно можно сказать дорогой товарищ что-то света задумалась там смотрит так давай я дальше пройду для нас конечно показывать что-то из полал то дело необычное так вот тут третий бэдром тоже kick to open вот значит руками не делать ничего так раз стукнул туда ногой и небольшой такой метров квадрат 8 так такого плана вот но все тут все на паркетный пол в то время так сквали тут что у нас а шкаф большой такой все время мочой пахнет ну что вроде бы весь дом посмотрели пойдем на улицу вот через кухню тут у нас есть выход бетонированный пол так что там гараж нет гараж да нет я понял это был гараж на одну машину они из нее что-то тут такое сделали вот это явно был гараж так а тут что вот тина так какое-то такое помещение специфическое ну да шмотки я думаю они какую-то студию тут сделали знаете тут стоит плита там раковина пожалуйста вот тут туалет я понял они сделали здесь отдельно такой отдельно стоящую студию она может сдаваться там легко и там за тысячу например если не больше так вот у нас тут дворик смотрим 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 вот тут мило навесик да смотри можно там пары партий какой-то а вот это забор и за забором как раз вот улица university достаточно шумно конечно то есть когда здесь находишься то в общем-то вот эта улица university вот она этим забором на нее выходит а вон там кондиционер стоит такой серенький это кондиционер ну что у меня такое ощущение что мы все что можно было заснять в этом доме засняли еще раз по вам показываю входную дверь вот она такая серьезная так тут не только вот башкой не пройдешь но и так мелкая сеточка тоже есть так руку не просунешь хотя вот это вот абсолютно такое беззащитное место соседи моют автомобиль автомобилей тут видите много припарковано я удивлен даже что мы смогли машину поставить нам сказали что сдается такой домик за две там две триста две четыреста они еще про эту студию может назвать студия в гараже вот это вот мы сейчас возле этого вот этой студии стоим значит сказали что она сдается вообще чуть ли не за 1600 700 что довольно странно по сравнению с домом за две триста ну да ну просто как бы у тебя тут больше прайвеси в этой студии конечно жить там да и дороже все-таки довольно шумно когда ты во двор выходишь от университ и шумно здесь так сегодня выходной день а вообще-то движение все идет к люди наработают и сработает 2 раза в день здесь пиковая это самое большое количество машин а так вообще-то нет но конечно райончик бедненький такой машина очень много я думаю что машин потому и много что вот такой дом если туда поселить даже 4 4 взрослых людей с машинами то они должны где-то встать гараж не работает то есть получается но две машины на драйвей могут стать да вот но вот поэтому здесь так тесно я думаю что все остальные дома тоже также флотируется нещадно вот ну а то что так сказать но но мы наш дело показать правильно дело показать да пошли дальше